Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о мнимых и реальных хлебных страшилках. И начнем с самого страшного. С дрожжей убийц. С этой информацией я познакомился уже в первые месяцы своей хлебной практики. И по правде говоря, в это поверил. И очень радовался, что я пеку здоровый хлеб на закваске. Какая информация про эти дрожжи убийцы? О том, что они были разработаны Гитлером. Ужас! По какой-то непонятной причине они используются в нашей отечественной пищевой промышленности. Хотя все знают об их вреде. Термофильные они называются, потому что они не погибают при выпечке хлеба. Ну, в хлебе при выпечке, например, с женом 98 градусов. Больше температура не поднимается, иначе он сгорит. И была информация, что дрожжи не погибают и при этой высокой температуре. А потом свое черное дело они начинают творить в организме человека, приводя к различным серьезнейшим заболеваниям. Но вообще, потом я начал изучать этот вопрос поглубже. И выяснил, что на самом деле вот эта легенда, она зародилась в начале 20-го века. И одним из первых источников была книга одних пропагандистов сыроедения, которые в книге утверждали, что на самом деле дрожжи это черви, которые привозят к подъему каким-то образом хлеба и т.д. и т.п. Потом это начал миф обрастать различными подробностями. У нас эта информация впервые появилась в газете «Аргументы и факты» в 2000 году. И статья так называлась «Дрожжи киллеры». Ну, аргументы и факты против этого не попрешь никуда. Но на самом деле это жесткая ложь. Жесткая ложь, которая повторена и дважды, становится истинной. Что на самом деле? На самом деле, ну, во-первых, нет термофильных дрожжей, есть обычные дрожжи, есть термофильные молочно-кислые бактерии. Но и они гибнут, когда температура поднимается выше 60 градусов в хлебе. И к тому же они не вредны для человека, даже живые. Так как являются частью нашей микрофлоры внутренней. И тот ужасный список, который приводили в средствах массовой информации о составе дрожжей, он тоже некорректен. Потому что часть химических различных веществ, которые используются для приготовления, они используются для того, чтобы очистить, там, чаны, ну, то есть для гигиены. Просто-напросто. Для санитарной обработки различных поверхностей. И дрожжи, на самом деле, у них ничего страшного нет. Более того, в Локадном Ленинграде там выращивали дрожжи, но не хлебопекарные. Вариант вообще околопищевой. Там их выращивали на опилках. Это был продукт, который по вкусу был горьковатый, но высокое содержание был белка. И его использовали в приготовлении различных блюд. И по словам очевидцев, вот когда привозили это питание в госпиталя, то раненые, больные, разные люди, они реально оживали прямо на глазах. А это были не хлебопекарные дрожжи. Я, например, считаю, что в выпечке пшеничного хлеба лучше все-таки использовать дрожжи или дрожжи плюс закваска. Потому что если делать на чистой закваске, она, кислая среда, она не дает расщепляться к лековине. Она делает ее еще крепче. И мой, вот, например, пшеничный, который я делал еще, когда не отошел полностью от пшеничного хлеба, был как резина, на самом деле, хоть и на закваске. Так что дрожжи – это гуды. Их без дрожжевого хлеба не бывает. И в закваске ржаной. Там два вида дрожжей. Я не буду назвать их названия, смысла никакого нет. Теперь перейдем к реальной страшилке – это глютен. Вообще, как эта волна появилась? И как первое упоминание о целиакии, непереносимости глютена появилось. Что делали раньше? Раньше пекли чаще всего, ну, для ежедневного употребления, это хлеб цельнозерновой. Где присутствовали и отруби тоже. И по праздникам делали хлеб с сеянной муки, то есть там через 7 сит, для того, чтобы только оставалось, не было совершенно отруби, были хорошие хлебопекарные качества, и можно было делать всевозможные хлеба сакральные. Например, как кулич высокий. То есть сделать муку высшего сорта без отрубей было затратно, дорого. Но в конце 30-х годов в Швейцарии изобрели простой способ. Ну, специальные мельницы, которые нормально просеивали отруби. И сразу же достаточно бюджетно цена муки высшего сорта стала. Ее стали использовать повсеместно. То есть хлеб праздника стал хлебом ежедневным. К чему это привело? Как правило, заболевания, которые уже подвергают статистике, они возникают, ну, где-то через 5-7 лет. И первые упоминания о целиакии, они появились в конце 40-х, в начале 50-х. Ну, потому что они могли и раньше появиться, но в войну было не до муки высшего сорта. Так вот, и появились они в странах, где традиционно употребляли именно ржаной хлеб. То есть север Европы, Финляндия, Норвегия. И почему? Потому что, во-первых, они привыкли к ржаному, переключились на дешевый пшеничный, но у высшего сорта хорошее, красивое изделие. И у них, видимо, еще и ферментов не доставало для того, чтобы расщепить это. Ну, а потом, естественно, при отсутствии отруби, а отруби это примерно 20-25% массы всей перемолки от цельнозерновой, то увеличилось количество потребляемого белка хлебного. Ну, глютен это общее понятие. Глютен это составляет там и глиадин, и глютенин, различные белки, они все участвуют в формировании клейковины. Соответственно, там, где дырки вот такие вот, большие, там очень сильная мука, там много глютена, априори. И когда выяснили причину, да, а причем, что интересно, причина одна, употребление продукта, который содержит высокую концентрацию глютена, а результат может быть разное употребление, то есть болезни совершенно разные. Это, опять же, про те слабые места в организме человека, у каждого свои. И сажается иммунитет и начинает свои специфические заболевания. Там остеопороз, зрение падает. И т.д. и т.п. Высыпание на коже, там все возможное. Даже сахарный диабет первого типа может к этому привести. А, еще интересное исследование такое. Когда начали делать уже хлеб из муки высшего сорта, ну, для ежедневного употребления, то ученые сделали исследование, они решили выяснить, какой же хлеб полезнее, цельнозерновой или из муки высшего сорта. Ну, что, взяли человека, да, сегодня его кормили цельнозерновым хлебом. И на следующий день взвесили то, что из него вышло. Он в туалет сходил, взвесили. Потом его кормили целый день хлебом из муки высшего сорта, взвесили. И оказалось, что выход был меньше. То есть, получается, что хлеб из муки высшего сорта лучше усваивается, значит, он полезнее. Железная логика. Но они забыли про перистальтику кишечника. И что получилось через 5-7 лет употребления такого хлеба? Всевозможные заболевания плюс еще запора. Ну, что, начали новое исследование. Оказалось, что цельнозерновой – это хлеб полезнее, потому что там клетчатки больше. И маятник рванул в другую сторону. Знаете, как бывает, да? Вот это было, считалось полезным, а потом выяснилось при длительном употреблении, что это вредно. И в обратную сторону отруби полезные. И это до сих пор маятник, он там и находится. Утверждают, хотя сейчас уже проходит информация там в официальных источниках. Ну, я имею в виду программы по телевидению, которые я не смотрю. О том, что, да, отруби-то не такие полезные. Их нужно специально обрабатывать. Почему? Потому что там есть ингибиторы зерна. Что такое ингибиторы зерна? Смотрите, отруби – это оболочка зерна. Оболочка зерна. Здесь все витамины. В середине – крахмалы – это топливо. А все витамины, они содержатся, и минералы, они, ну, практически все, 80%, они содержатся в оболочке. Но они в таком состоянии, как бы, закапсулированы. Они ждут момента, чтобы зерно ожило. Какой это момент? Первое – температура соответствующая, влажность, зерно начинает прорастать, ингибиторы расщепляются. И вот, например, утверждалось раньше, что каша овсяная полезна, там много фосфора. Много фосфора, но он не усваивается человеком. Потому что ингибиторы не дают. Вот самый известный из ингибиторов – это фитиновая кислота. Там как раз и фосфор закапсулирован. Мы кушаем эту кашку. А что получается? Какая роль ингибитора? Первое – он не дает расщепиться этому элементу у нас в организме. Второе – он угнетает действие наших ферментов. И мы меньше употребляем, усваиваем полезных веществ той пищи, которую употребляем. Там, например, какого-нибудь магния на 20%, железа в 5 раз меньше. Если мы употребляем пищу с ингибиторами зерна. Ну, то есть, например, цельные отруби. Цельные отруби, как сейчас? Перистальтик у вас налаживается, но страдает костная система. Они сейчас как здоровое питание. Продаются в магазинах. Добавляйте, ребята, в кашу, кушайте. На самом деле, я, например, самую интересную информацию получаю полезную для себя. Из источников, которые не относятся специально, например, к хлебу. Или еще к какому-то продукту, который я изучаю. Например, я делаю хвойные коктейли. Самая ценная информация о хвой я получил из животноводства и птицеводства. А самую ценную про ингибиторы зерна я получил из отличнейшей книги. Всем советую почитать. Она называется «Естественное лечение кариеса». Автор Рамиель Найгель. Что сделал автор? Он исследовал две группы людей. Эти группы, они, ну, это народности. Они живут обособленно от цивилизации, но в наше время. И они питаются традиционным своим способом. И у них очень, у одной группы очень сильная костная система. Они не знают, что такое кариес в принципе. У второй группы, а, и, кстати, у одного, у одной народности даже зубы растут. У них-то в традиции, где-то, ну, это северный народ, в традиции обрабатывают зубами кожу для каких-то изделий. И они стесываются, а потом снова растут. Это первая группа, сильная костная система. Вторая группа, это обычная костная система современного человека. Когда кариес считается нормой, ну, сходи к врачу, что это не страшно, тебе там подлотают зуб и все. И выяснилось, что самое главное отличие – это в питании. При народности сильной костной системы они не употребляют цельнозерновые продукты или обрабатывают специальным образом. Некоторые просто отруби курям, другие проращивают или как-то сквашивают цельнозерновые изделия в молоке там длительное или в закваскину. И по поводу, кстати, этих ингибиторов, когда я отдавал в лабораторию на анализ хлеба, чтобы убедиться, что белка у меня больше в моем хлебе закласочном, чем в том же Дарвенском, тоже вроде бы ржаном почти. Я попросил, сделайте анализ, пожалуйста, наличие фитиновой кислоты. А мне сказали в лаборатории, вы что, в ржаном хлебе фитиновой кислоты в принципе не может быть. Почему? Потому что у нас есть такой фермент, который расщепляет фитиновую кислоту. В разных зернах разное количество. Вот в овсе, например, в зерне даже не хватает этой фитазы. Фитаза называется фермент для того, чтобы расщепить фитиновую кислоту овса. А в ржи в 5 или в 6 раз больше этой фитазы. Соответственно, когда мы готовим хлеб, что мы делаем? Мы обрабатываем цельнозерновую муку. Мы обрабатываем первое, это сквашиванием, расщепление многих ингибиторов. Плюс еще естественное расщепление под воздействием ферментов, которые находятся в зерне ржи. И это еще один плюс ржаного хлеба. Вот как-то так вкратце. И по поводу глютена я что еще хочу сказать? Извините, что я перескакиваю. Дело в том, что глютен... Почему возникла проблема? Потому что мы стали употреблять гораздо больше его. Во-первых, в зерне, например, того древнего хлеба, а это делали исследования ученые, которые, когда находили зерна, да, в каких-то... Ну, при раскопках. То выяснилось, что количество глютена древней пшеницы, которую использовали там для хлебопечения, оно примерно в 30 раз меньше. Почему это? Потому что при селекции... Какая задача селекции? Высокий урожай и хлебопекарные качества. Хлебопекарные качества идут впереди. Из-за того, чтобы воздушный хлеб получался и так далее. А хлебопекарные качества – это высокое содержание глютена. Более того, глютен – это исключительно ценная штука для пищевой промышленности. Почему? Он загуститель, плюс он цвет меняет продукта. Например, цвет продукта для того, чтобы сделать сыр якобы выдержанный, достаточно добавить глютен, и он будет желтоватого цвета. Ярко-желтые сыры я боюсь брать, например, которые, как бы, ну, производитель пытается утверждать, что это выдержанный сыр и так далее. Это первое. Второе, как загуститель, он, ну, очень много продуктов, в которых добавляют глютен для того, чтобы его загустить. Это мармелад. Даже в мороженое добавляют глютен в тот же хлеб низкого качества для того, чтобы увеличить лепопекарные качества изделия. В таблетки. В таблетки тоже добавляют глютен, но это не все. Я вижу спортивное питание, которое сделано на основе пшеничного белка. Это ужас. У меня друг, вегетарианец, он как-то принес мне колбасу вегетарианскую. Она чисто сделана на пшеничном белке. Хороший вариант, конечно, но я вот считаю, если ты вегетарианец, да забудь ты слово колбаса. Вот у меня до сих пор такое же отношение к глютеновому хлебу. Да забудь ты про хлеб, если ты не хочешь есть хлеб с глютеном. Даже с небольшим содержанием. И мой друг меня угостил этой колбаской. У меня какое-то внутреннее ощущение такое было, отторжение. Что-то не то, вроде по вкусу как докторское, но что-то не то. А он неделю покушал, ему поплохело. Ну, он конкретно не сказал, что поплохело, просто, говорит, как-то плохо стало, вот мерзко. И причину он видел именно в этой колбасе, потому что ничего, никаких новых продуктов он не уводил в свой рацион. И никак образ жизни не менял. Соответственно, если у нас море продуктов, в которых уже есть глютен в чистой форме, различные конфетки, там мармеладки, плюс мы еще едим хлеб, естественно, мы количество глютена такое получаем, что наш организм начинает не справляться. И это еще один плюс к ржаному хлебу. У меня не было в практике никогда, когда даже давали людям, которые целиакии страдают, да, непереносимостью белка. И, ну, в большей степени все-таки пшеничной, но и пшеничной, наверное, тоже, но не было такого, чтобы они как-то себя плохо чувствовали после приема. Ну, после того, как съели этот кусочек, обычно час-два где-то должно пройти, для того, чтобы организм как-то отреагировал. Съедали, и все было нормально. Но я не буду говорить все-таки про больных целиакии, потому что этим ребятам все-таки, ну, конечно, зависит от стадии, там, какой-то формы. Наверное, стоит переходить на кашки гречневые. И на самом деле, я как скажу, я на своих живых мастер-классах, знаете, я как завершаю мастер-класс обычно? Друзья, от хлеба надо отказываться. Я сам пытался. Два года назад я решил весной отказаться вообще от хлеба и выдержал неделю. Но я себя не люблю насиловать, но мне захотелось ржаного хлеба и все. Почему весной? Потому что дикорастущие травы там разные, я делал лепешки из травы. Ну, а опять вернулся к хлебу. И на своих мастер-классах я говорю, ребята, от хлеба надо отказываться. Представляете, вот завершается мастер-класс по выучке хлеба. Но надо путем введения в рацион полезного хлеба. То есть через полезный хлеб отказываться от хлеба, если вы найдете какие-то аналоги, если вы чем-то его замените. Поэтому давайте печь полезный хлеб. Ссылка на курс в описании этого видео. До встречи, до завтра, до свидания.